Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Людмила Соколова, я один из организаторов кинофестиваля «Волшебный фонарь». И вот от лица всех организаторов приветствую вас на конференции обеспечения равной доступности культурного и духовного развития, сотрудничества и партнерства. Мы пригласили вас к участию в конференции, потому что знаем о вашем неравнодушном отношении к теме инклюзивности в культурной сфере и очень надеемся на взаимное обогащение нашего и вашего опыта в этой области. Благодарим наших партнеров, библиотеку, моде ряда, за гостеприимство и предоставление доступной и уютной площадки. Сегодня нас ждут встречи с создателями прогрессивных, интересных, инклюзивных проектов в культуре. Мы от всей души благодарим докладчикам за готовность поделиться своими уникальными практиками и в душе надеемся на ваше партнерство с кинофестивалем «Волшебный фонарь». Сообщаем вам, что ведется видеозапись конференции и трансляция на YouTube-канале кинофестиваля «Волшебный фонарь». К онлайн-участию в конференции приглашены мультстудии и киностудии, участники кинофестиваля из различных регионов России. Онлайн-связь со стороны студии будет осуществляться через сообщения в чате. А сейчас мы приглашаем с приветственным словом к конференции представителя аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, специалиста сектора правовой и психологической помощи Ярослав Юрьевич Белоусов. Всем доброе утро, кому день, коллеги, друзья и новые друзья, с которыми я уже утром познакомился. Я буду немного словом. Скажу вам вот что. Ни для кого не секрет, что в развитии детей важно давать ребенка ответы на вопросы, кто он есть, кем он является. Так ему будет легче вступить в шаг в взрослую жизнь. И мне очень приятно, что сегодня здесь собрались люди, которым небезразлична судьба детей и которая непосредственно помогает в решении этих вопросов детям. И самое главное, то что мы с вами собрались для работы и помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Я полностью поддерживаю вас в этом направлении. И также хочу от лица Анны Владимировны Митяниной, полномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, выразить поддержку. И надежда на то, что это будет продолжаться не только в этом году, но и в следующем. И пусть там 10 и 20 лет. Но мы с вами работаем на благое дело. Я хочу поблагодарить вас и выразить поддержку еще раз. Ну и, конечно, спасибо и фонду, и библиотеке, и вообще за такое организационное мероприятие. Мне прям вот очень душевно здесь осталось. Спасибо. А теперь, пожалуйста, заслушайте приветственный адрес Комитета по молодежной политике в Санкт-Петербурге от председателя Комитета Богданова Георгиевича Заставного. Уважаемые участники конференции, приветствую участников конференции обеспечения равной доступности культурного и духовного развития. Прежде всего, я хотела бы поблагодарить организаторов конференции эта уникальная площадка плодотворного развития творчества и оригинальный формат социальной адаптации молодежи. Мы должны прикладывать все усилия к тому, чтобы ребята могли раскрыть свой творческий потенциал и найти занятия по душе. Оказание помощи детям и молодежи с ограниченными возможностями здоровья — наше общее дело. И дело каждого помогает друг другу, потому что мы вместе. Победение этой конференции является еще одним значимым событием. Думаю, что все это послужит стимулом и линией усилий различных специалистов по выработке новых методик социализации и адаптации детей и молодежи. И также повысит эффективность сотрудничества. Желаю участникам конференции интересного общения, творческих успехов и плодотворной работы. Надеюсь, что полученные результаты будут полезны всем. Представитель комитета заставлю. Мы начинаем конференцию? Начинаем. Начинаем. Да, где наша заставка? Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова расскажу о том, какие мы достигли итогов у нас при проведении седьмого кинофестиваля «Волшебный фонарь». А как можно переключать слайд? Наша благотворительная организация «Участие святителя Асафа» проводит кинофестиваль «Волшебный фонарь» с 2017 года. Кинофестиваль вырос из занятий по артерапии в детских больницах Санкт-Петербурга. Каким мы задумывали кинофестиваль? Это должно быть открытое пространство, где дети и молодые люди в СОВЗ круглый год совместно с родителями и своими сверстниками создают фильмы под руководством профессионалов. Творческий расход и профессионально развивается. Ежегодно приезжают в Санкт-Петербург со своими фильмами для участия в кинофестивале. Сейчас кинофестиваль, а это пока единственный в России фестиваль фильмов, созданный детьми и молодежью с ограниченными возможностями здоровья. Он направлен на решение главной проблемы – это изоляция людей с инвалидностью. Что же получают главные бенефициари дети и молодежь СОВЗ, участники кинофестиваля? То есть то, к чему мы стремимся. Это помощь профессионалов, дружескую атмосферу, возможность делиться идеями и вдохновением, практический опыт и совершенствование навыков, творческое развитие, возможность рассказать свою историю, поделиться своим взглядом на них, показать на большом экране свой фильм, получить отзыв, лицензии, призы и личностный рост, развитие уверенности в себе, коммуникативных навыков, креативное мышление, стремление к позитивным изменениям. Участники кинофестиваля не только делают фильмы, они по-настоящему ныряют в мир кино. Это серьезные опыты, шансы развить свои таланты в очень доброжелательной атмосфере, стать увереннее, прокачать лидерские качества и сделать первые шаги к своей мечте в мире кино. А что мы очень ценим и чем мы гордимся, это сообщество студий для детей с УВЗ, участников кинофестиваля, которое сложилось за 7 лет. В течение прошлого года мы активно развивали обмен опытом между студиями и обучение практикам адаптивной мульттерапии. На сайте кинофестиваля и в ютуб-канале собраны мастер-классы по созданию кино простым способом и описание практик по адаптивной мульттерапии. Ну и здесь мы видим динамику роста поступления фильмов на кинофестиваль. Вот 20-21 год – это время ковида, кинофестиваль проходил в формате онлайн. 22-й год – это первый офлайн после восстановления, период еще кризиса. И в 23-м году мы получили рекордное количество фильмов. Откуда же поступают фильмы? Теперь он поступает из различных регионов. От Мурманска до Владивостока, от Анагрии до южных границ России, а также из Италии, Ирана, Индии. У нас есть даже Беларусь, да, у нас есть международная программа. Кто судит? Кто наши судьи? Это профессиональные педагоги. В этом году были приглашены к сотрудничеству эксперты Союза мультфильма и Ассоциации анимационного кино для помощи и оценки мультфильмов, а также молодежные жюри. Это председатель Татьяна Черзина, которая представит свою презентацию сегодня. В этом году седьмой кинофестиваль проходил в Санкт-Петербурге в течение трех дней. Первый день – это были экскурсии в музеи и киностудии Санкт-Петербурга, такие известные студии, как «Мельница» и «Смешарики». Второй, самый торжественный день – это была церемония награждения, которая проходила на новой сцене Александринского театра, а также выступления на этой же сцене творческих коллективов. Эти творческие коллективы – участников кинофестивалей. Они же делают фильмы, отправляют на кинофестиваль свои фильмы, и когда они приехали на церемонию награждения, они привезли свой творческий номер. Вы видите здесь на фотографии правой команду из Якутии. Нас очень впечатлил их творческий номер – это были танцы якутские, игра на национальных инструментах и горловое пение. Последний день кинофестиваля проходил на этой площадке, доброжелательной площадке библиотеки «Море рядом». Были мастер-классы, творческая программа, печеньки. Молодые взрослые и подростки представляли и защищали свои идеи будущих работ, викторины, лотереи. И обратите, пожалуйста, внимание, на мастер-классах ведущими были не только профессиональные руководители студии, профессиональные мультипликаторы, но также и дети, которые сами обучали других детей. И вот здесь вот мальчик, Юлисей и Челябинска показывают девочке, как нужно пользоваться программой для создания мультфильма. Еще мы хотели кратко рассказать о том, как командный кинофестиваль видит его будущее. Конечно, в первую очередь будет сохранено то, что хорошо уже получается. Это праздничную атмосферу, радость, внимание каждому участнику, стремление к созданию инклюзивного пространства. Также это развитие и распространение методов адаптивной мульттерапии, включая использование нейросетей. Но с другой стороны, кинофестиваль будет расширяться и станет полноценной кинолабораторией с круглогодичным обучением и поддержкой детей и молодежи в СВЗ, их родителей и специалистов студии. Профессиональные преподаватели, с которыми уже сотрудничали, помогут детям расти и развиваться, не покидая фестиваль. Другое направление его развития — создание совместных проектов с музеями, библиотеками, театрами по созданию разных новых проектов. Это могут быть серии мультфильмов для телевидения или интернет-площадок. Например, серии мультфильмов про животных, козлов, природу и другие. В этом году уже поступило предложение председателя Владимирного жюри Татьяны Черезиной о том, чтобы мы при подготовке к следующему кинфестивалю создали серию мультфильмов для детей на произведение одного писателя. И несмотря на единое оформление вот этой серии, все-таки творчество детей останется, как и раньше, индивидуальным и свободным. Также налаживание более тесных связей с институтами, с театрами, с кинематографистами для поддержки талантливых детей. Мы будем получать грант уже не только на проведение кинофестиваля, но и на прокат фильмов ребят, на их создание, на разных платформах. А потом в далекой перспективе, например, нужно создать свой канал, где ребята творят и зарабатывают лучше других детей с ОРЗМ. Будущее волшебного фонаря – это кинофестиваль с крупными партнерами на шикарных площадках и не только в Санкт-Петербурге. А ценные призы и связи, которые помогут ребятам выходить в большое кино, они будут получать.